Давайте с вами поговорим о пополнении привлечения инвесторов в регион. Как у вас с этим дела обстоят и как вы этим занимаетесь? На самом деле комплексная работа, она связана и с созданием должной нормативной базы в регионе, но и конечно мы видим сегодня, что инвесторы, инвестиции требуют помимо точек размещения интересных, требуют безопасности. Я действительно поручение давал правительству Орловской области в течение 2018 и уже в 2019 году создать максимально комфортные условия по контролю надзорной деятельности. Я рад, что по показателям мы из всех регионов Российской Федерации заняли 16 место, следующее после 15 пилотных регионов, которые получали финансирование, поддержку, и это действительно кропотливая работа. И я думаю, что тот рейтинг, который мы получили по итогам прошлого года, мы поднялись на 21 пункт и заняли 27 место в России по рейтингу инвестиционной привлекательности России. Ну и конечно цифровые показатели дают хорошее основание для работы. По итогам прошлого года, 2018, Орловская область сумела прирастить по инвестициям в основной капитал в 113,5%. Существенный рост, потому что в предыдущие годы он был незначительный, и сейчас мы видим тенденцию к развитию. И сейчас на форуме мы запланировали целый ряд соглашений к подписанию, которые связаны в том числе к тому, что нам удалось за 2018 год создать условия для принятия решения правительством Российской Федерации о создании территории, опережающей социально-экономического развития города Мценск на территории Орловской области. И сейчас на завершающей стадии решение вопроса об открытии особой экономической зоны промышленно-производственного значения. Ну и возвращаясь к нормативному правовой базе, нам скорректировано положение законодательства регионального. Теперь уменьшен процент по крупным инвестиционным проектам для предоставления земельных участков без торгов. Созданы условия для возмещения части затрат из объема поступающей доходов по строительно-монтажным работам, что по сути позволяет компенсировать инвестиции, вложения. И сейчас в рамках национальных проектов создается задача по увеличению объема экспорта в два раза. Ну и безусловно работа с малым и средним бизнесом. Это институты развития, это иногда и ручное управление, но комплекс всех мер дает в итоге хороший результат. Любая работа с инвестициями – это всегда сложный процесс. Это не только приходите к нам, мы всем рады, но это и повторюсь. Это вопросы безопасности, вопросы предоставления и проработки. Мы вместе с корпорацией развития Орловской области сейчас сформировали все участки, которые предлагаем уже с конкретным видом возможные деятельности, с охранными зонами на территории Тора, Литасера, территории Мценска. Сейчас мы видим, что по итогам 2019 года, несмотря на то, что только в мае месяце было подписано соглашение с Минэкономразвития, мы планируем объем инвестиций более 1 миллиарда рублей, чуть менее 200 рабочих мест, но по итогам пятилетней реализации это практически 5 миллиардов и чуть более 1000 рабочих мест. Преференции, которые предоставляются ТОСЭРам, это снижение налога на прибыль, это обнуление ставки по аренде земли и, наверное, существенным является снижение до 7 с небольшим процентов страховых взносов вместо 30%. Ну и ставка по налогу на прибыль вместо 25% и в последующие годы до 13%.